Как у меня, так и у Кати была мечта на протяжении всей нашей жизни иметь дом на колесах. И мы наконец-то исполнили себе эту мечту. Вот он. Кабина. Вот тут наверху кровать. Это лестница, и она же преобразуется в забор, чтобы не падать. Вот тут наверху кровать. Вот такая фигня. Тут наверху есть люк. Тут куча всяких шкафчиков. Здесь можно сидеть. Здесь можно готовить, но сейчас тут немного завалено вещами. Здесь вот холодильник. И там еще уголок, на котором можно лежать. Тут вот шкаф, а тут ванна. И вот это первая наша вылазка с этим прекрасным домом на колесах, который 1993 года. И у него есть несколько штук, которые не работают. Например, сейчас актуальная проблема – это бойлер. Я нашел, где он. Я уже добрался до его электроники. Она тут. Хочу посмотреть, что там с десерумен. Как они по-русски? Пробки или что? Короче, хочу посмотреть, почему он не работает. Но пока что я еще даже не знаю особо, как искать проблему. Просто знаю, что нет горячей воды. И если среди вас есть крутые кемперы с опытом, то очень рад буду комментарием и советом. Вот как он выглядит снаружи. Вот это такой, 1993 года. Дукату. Стол со стульчиком у нас есть. У него есть маркиза. У него есть для велосипедов держалка сзади. У него есть лестница, которая пока что не держится. Вот тут эту штуку прицепили, чтобы она не падала. У него были аварии. Тут вот туалет. Вытаскивается кассета. Здесь газ. Газовый баллон. Тоже разобрался. Сюда выливается грязная вода, а отсюда свежая вода. И у нас нет пока что шланга. И поэтому я все носил маленькими бедрами. А мы здесь находимся в Бранденбурге на озере. И речки. Вот. Такая тут красота. А еще, оказывается, холодильник работает от газа и от тока. И сразу от газа он не работал. И поэтому благодаря Ютубу я узнал, что вот эти вот штуки нужно отвинчивать. Особенно вот эту. И там продувать всякую пыль, которая там залежалась. И ржавчину. И это так приятно, когда что-то ломается и не работает. В чем ты вообще ни хрена не шаришь. И ты что-то сделаешь, а оно заработает. Охрененно. В общем, буду рад, если кто-то из вас знает, что делать с бойлером. Я сейчас пойду спрашивать. А вы пишите в комментариях. А еще знаете, что не получается? В туалете, если делать вот так, поворачивать, то открывается эта штука. Открывается, закрывается. Но если давить на нее, а на нее нужно давить, то не течет ничего. Почему? Потому что я здесь докопался. Здесь вот, пожалуйста. То есть просто насос отсутствует. Но посмотрев кучу еще всяких, знаете, какой там ужас, видосов, я узнал, что кроме того, что нужен просто насос, я могу его, конечно, купить, нужны провода, к которым его подключать. А где эти провода? Я не знаю, где они. Может, мне нужно вот эту штуку отвинтить оттуда. Отвинтить. Разобрать. А как? Help. Спасибо за просмотр. Это видео, знаете, апдейт. Наш лайф-апдейт. Спасибо за просмотр и комментарии. До следующего раза. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»